Я послушал Олега Евгеньевича Сатишора по новым режимам вентиляции. Во-вторых, вспомнил Ярослава Михайловича год назад в Одессе огромная, полноценная классическая лекция по режимам вентиляции. Конфликт интересов понятен, его нет. Но, казалось бы, любая искусственная вентиляция легких это просто. Главная цель это исправить нарушение газообмена. Насытить организм кислородом, вывести углекислоту и получается так почти красиво, как на рекламной картинке Гамильтона. Но, насколько это просто бывает в реальной практике. Например, классический больной в возрасте бронхиальной астмы с хорошим фоном поступил с двусторонней пневмонией. Что мы обычно делаем в этом случае у пациента? Тем более, два дня состояние хуже, потихонечку нарастает прекоматозное состояние. Вы знаете, в Украине мы начинаем с попытки оксигенотерапии. За рубежом, как показывают наши коллеги, а это лидер респираторной терапии Масси Мантенелли с высокопотоковой кислородотерапией. Ну и дальше неинвазивная вентиляция легких. Если не помогает, тогда переходим на интубацию трахеи, искусственную вентиляцию легких, а мы пытаемся переключить. Отлично. Что же, собственно говоря, и получилось у этого пациента? Эффекта неинвазивной вентиляции легких не было. Вы видите тяжелейший ацидоз гиперкатнический. Этот пациент был заинтубирован. Положительная динамика. Через двое суток экстубирован. И выписан домой. С учетом возраста и соматической патологии, я думаю, что вы встречаетесь каждый в своей практике с таким пациентом дома, дышит с кислородным концентратором. Если говорить о 2012 году, Максим Николаевич Пилипенко, я его очень люблю и уважаю. Три этапа развития респираторной терапии в Украине. Первый. Пациент без сознания и дышит аппарат. Всем известная ситуация, когда мы уже понимаем, что ну только аппарат и все. Вторая. Пациент в сознании, но пытается подстроиться под аппарат. Получается, не получается, бывает по-разному. И третья ситуация. И дышит аппарат, и дышит пациент. Мы говорим, ну раньше, в взятом случае, говорили, мы сделали все, что могли, а дальше будет, что будет. Для того, чтобы бороться с тяжелой борьбой пациента с аппаратом, для того, чтобы победить в этом случае, и не оставить пациента на искусственной вентиляции легких навсегда, нужно не забывать о вентиляторе индуцированной дисфункции диафрагмы. Если больше 72-х часов мы повентилировали пациента в принудительном режиме, будьте готовы, что мы заработаем эту проблему, и дальше снять этого пациента с аппарата будет очень сложно. Что происходило? В 80-е-90-е годы бенефис так называемого CMV режима, когда мы периодически вдыхали пациента с определенным либо волием контрол, либо pressure control режимом. 2000-е годы. Это бенефис так называемого CMV плюс pressure support, когда вне циклов активных вдохов аппаратных происходили спонтанные вдохи с корректным настроенным давлением pressure support ventilation. И вот, начиная с 2000-х годов, все аппараты поделились приблизительно на две группы. Первый уровень, или первые аппараты с так называемой открытой петлей. Смысл у всех этих аппаратов, а они на самом деле есть у каждого из вас в отделении, в том, что доктор настраивает заданные параметры, аппарат делает какую-то работу, мы пытаемся понять, оценить, достигли мы элиминации СО2, достигли мы нормализации сатурации и так далее или нет, и потом меняем настройки. Если говорить в целом, вот отвлечься на секунду, конец 19-го века, начало 20-го века, эпидемия полиомиелита, Сименс, первые респираторы, и мы говорим, слава Богу, мы хоть как-то дышим. Конец 20-го века. Согласитесь, что даже за последние десятилетия количество пациентов на ИВЛ, надолго присевших у нас с вами в отделениях, гораздо больше, чем раньше. Ну, количество режимов выросло неимоверно, количество аппаратов выросло неимоверно. Что получается? Даже для аппаратов первого поколения с открытой петлей существует так называемый более интеллектуальный вариант, как двойной контроль. Он имеет два подтипа. Первый у вот этого большого набора режимов и аппаратов ИВЛ, и моего любимого сервовой, потому что мы работаем на нем около 12 лет. Двойной контроль достижения заданного объема в течение нескольких дыхательных циклов. Двойной контроль второго типа в течение одного вдоха. И либо Proportional Assistive Ventilation, Pressure Augment. Ну, такого аппарата у меня нет, но тем не менее мы сами должны о нем знать. Второй уровень, или вторая закрытая петля, так называемая. Мне очень хотелось бы много говорить, но за меня прекрасно сказал Олег Евгеньевич Сатишур. Это настроенные заданные значения. Дальше ждем, что делает аппарат, но аппарат получает обратную связь на основании катнометрии, на основании временной экспираторной постоянной, на основании сатурации, и сам меняет настройки. В зависимости от того, что мы хотели бы увидеть. Но мы можем вмешаться, но аппарат работает автоматически. Таким образом, эта схема называется контроль закрытой петлей, или сервоконтроля. Дальше. Из любимых технологий, это НАВА, или электрическая активность диафрагмы, как основа для закрытой петли. Выставляется позиционный катетер, это такой назначенный кастральный катетер. Затем мы пристреливаемся, прицениваемся, настроим уровень электрической поддержки диафрагмы, затем настраиваем тревоги, и затем начинаем вентиляцию. Таким образом, два принципиальных режима, Intellivent плюс СВ и режим НАВА, позволяют нам пользоваться уже в 2016 году двумя типами аппаратов с закрытой петлей. Ну и вот, смотрите, идет время, мы потихоньку с вами растем, мы потихоньку учимся всему лучшему, новому. Даже научились использовать протокол вининга, определять критерии готовности к отлучению, работать по протоколу. Нашли лекарства, которые помогают улучшить функцию диафрагмы. Обратите внимание, это, как я говорю, вражеский потусторонный Дуная, левосиминдан, анаболические гормоны, или ретаболил, антиоксиданты. И только потом все остальные нам привычные лекарства. Теофилина, бета-2-органисты и так далее. Но, тем не менее, интересное наблюдение, опять-таки услышал в переводе Саттишора, потом Лорен Бракард подтвердил это слово в слово. Было чудесное сравнение в Австралии. Оказывается, если процедура вининга проводится либо аппаратом с закрытой петлей, либо аппаратом с открытой петлей, но с высококвалифицированным персоналом, то в принципе разницы нет. За исключением одной. Это тяжелейшая нагрузка на персонал. Время то же самое, около 7-10 дней. 7-10. Но, тем не менее, сестры и мы, врачи, которые реже приходим к такому пациенту, но все равно ходим, бегаем регулярно, выбиваемся регулярно из сил. Вот. Научились вентилировать. И, как я говорю, даже хочется одеть корону. Спасли одну пациентку, вот эту барышню я докладывал в прошлом году, спасли вторую, тяжелую, выходили. И, казалось бы, вы помните название доклада? Две стороны одной медали. Вот у нас появилась одна медаль. Блестящая, хорошая, такая красивая. Но вдруг, оказывается, на горизонте появляется вторая сторона медали. Вспоминаете, Вадима Леонидовича? Любимый мой коллега, доктор, говорит, после доклада, после презентации тяжелой пациентки в Запорожье, ребята, зачем такие усилия? Она такая тяжелая, такая грустная, с такими неизлечимыми заболеваниями. Все равно все будет плохо. Я растерялся. Второй безумно уважаемый человек, Сергей Николаевич, говорит, а это, извините, решать не нам. Это решать Господу, это решать родственникам, ну и пациентке, если она может. Я растерялся еще больше. Прошла неделька, и, как говорится, на злобу дня появляется пациент. Обратите внимание, Кейз-репорт – это Бельгия. Но это не страна, где-то все происходило. Происходило это все у нас в отделении. Приехал пациент из Бельгии, обычный турист с корабля с билетом в один колец. Конец. Это 90 лет, все наши круизные лайнеры, которые по Черному морю ходят. 75 лет, ПИКС, непольничная двусторонняя пневмония, ДН-2, и мы уже ходим, готовы его перевести на искусственную вентиляцию легких, и тут пациент говорит, а вы знаете, вы меня не реанимируйте, у меня слабое сердце. Вот скажите, пожалуйста, что бы вы в этой ситуации сделали? Руслан Михайлович, вот скажите. Лечил бы. Лечил бы. Правильно. Вторая фраза. Вы знаете, я в Бельгии, хотя он находится в Украине, подписал код Don't Reanimation, Don't Intubation. Я говорю, так вы же в Украине. Он говорит, так Украина, что это же Европа. Ладно. И вообще, расскажите мне, какие шансы на остановку сердца или на восстановление после остановки сердца, если вы меня переведете на искусственную вентиляцию легких. Вот тут я уже растерялся больше, чем в Запорожье, когда была дискуссия между Вадимом Леонидовичем и Сергеем Николаевичем. Оказывается, если почитать литературу на эту тему, то даже там, где людей заранее готовят принимать такие решения и обговаривать их с родственниками и пациентами, даже там только треть готовы это выполнять на практике. Вчерашний день, чудесный день, национальная опера Украины, мастера Маргарита, после нашего рефреша курса и вспоминаем цитату Воланда. Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен. Вот в чем фокус. И понимаете, что получается? С одной стороны медали, мы готовы морально, мы готовы материально, физически лечить любого респираторного пациента, потому что у нас устойчиво обосновались аппараты искусственной вентиляции легких, позволяющие любой уровень вентиляции. Но с другой стороны медали, развязав руки с возможностями вентиляции, анестезиология получила вторую сторону медали. Начинать или не начинать искусственную вентиляцию легких у таких пациентов или вообще поддержание жизни? А ответ на этот вопрос мы получим с вами чуть позже. В 17.45 в этой же аудитории с этим же пациентом. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok